Развитие городской инфраструктуры, обеспечение населения всеми благами цивилизации – вот приоритетные задачи, которые в скором времени собираются решить городские власти. Дархан Сатыбалды рассказал, что в этом году началось строительство 10 водных и 12 газовых трубопроводов, 7 электролиний и одной подстанции. Эти объекты власти планируют запустить до конца этого года. Завершение строительства водных магистралей Он-Тустик и Сол-Тустик общей протяженностью 25 километров позволит обеспечить питьевой водой сразу несколько населенных пунктов, где проживает 180 тысяч жителей. Мы надеемся, что это произойдет уже в ближайшее время. После введения в эксплуатацию Северной магистрали качественной питьевой водой будут обеспечены и 30 тысяч жителей дачного массива Кайнар-Булак. Аким Города рассказал и о дальнейшей судьбе долгостроящегося мусороперерабатывающего завода. Завершение этого строительства по соглашению с инвестором у нас ориентировано до конца этого года. Сейчас инвестор проходит госкомиссию. Вот эта часть государственной земли там за счет управления строительства производится, завершается уже строительство и по дорожной карте бизнеса там проводится вот эти вот автодорога и плюс другие инфраструктуры. В числе задаваемых градоначальнику вопросов журналистов были и такие, которые уже давно волнуют многих горожан. Например, заброшенный котлован на площади Аль-Фараби. Я вот со своим приходом проехался по всему городу и начал приглашать всех инвесторов наших. У нас есть договоренность, что с весны 2014 года они начнут свое строительство и к концу 2015 года будет завершение и будут здесь стоять три высокоэтажных здания. В конце брифинга Аким Города заявил, что вскоре общественный транспорт в Шимкенте будет работать на экологически чистом топливе – сжатый природный газ. Это и безопаснее в плане экологии и экономичнее. Кроме того, все автобусы будут оснащены GPS-навигацией. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова